Продолжу видео о сутбастерах из моей коллекции. Сегодня красненькие. Этот с ручками из пластика красного цвета, что для той поры, когда он был выпущен, было редкостью. На нем ручка имеет дефект, трещину под клепкой. Жалко, конечно, но так бывает. Шелкография на клинке. Учитывая, что сейчас, наверное, можно найти нож с пластиком такого же цвета, то он, скорее всего, пойдет под смену ручек. Я очень люблю кастомизировать сутбастеры. Одно из моих первых видео на моем канале – это кастомизация сутбастера. Вот, кстати, несколько фотографий кастомизированных мной ножей. Это один из первых. Экспериментировал с МИ-картой. Файлворк. Он сейчас у моего бати. Тут ручка из дерева и файлворк или узор на спинке. На этом я сделал больстеры и накладки из киренита. Также файлворк. Этот тоже с ручками из киренита и файлворком. Я люблю ставить всякие неоднозначные материалы на рукояти. Этот же 10 с проставками. Также тут попробовал и сделал шильдик. Файлворк. Этот вариант пластика мне не особо понравился. На этот я поставил ручки из черного дерева. Также первый опыт вставки шильдика, как полагается. Форма, конечно, у него для первого раза непростая. Но вернусь уже к обзору, ибо много я переделал ручек. Этот с интересными красными ручками и интересной насечкой нож. Вы, наверное, уже заметили мою любовь к ножам с красными костяными накладками. Шильдика тут нет. Это не редкий нож. Кстати, и стоит отметить, что на ножах с костяными накладками они крепятся дополнительными двумя клепками. Наверное, это из-за технологии процесса. Ибо трех клепок я считаю вполне достаточно. Полированный клинок. Это нож с накладками из кости цвета каберне. Интересные насечки. Клинки всех ножей из этой части сделаны из легированной 420 стали, если я не говорю иное. Шильдик в виде стрелки. Люблю я все-таки эту модель за простоту. Следующий – это нож, выпущенный к Рождеству. Накладки из красной кости. Как правило, такие ножи поступают в продажу перед Рождеством. После праздника их цена немного падает. Шелкография на клинке. Овальный шильдик. Шильдик, в общем-то, это как незаменимый атрибут. И он, конечно, бывает не ставится, как на предыдущем ноже. Но это бывает не часто. И вот пара красавчиков. Их было выпущено по 500 штук. Этот – с ручками из темной красной кости. Вариант этот был запилен одним из дилеров. Был быстро разобран и является желанным, или, как модно было говорить, highly likely в коллекции. Шильдик, флаг конфедерации. На клинке – шелкография, стопроцентный реднек. Перевести можно, как деревенщина. На ebay за эти ножи ломят огроменный прайс. Но во время написания текста я их в продаже не нашел. Многие коллекционеры хотели приобрести у меня эти ножи или поменять. Но нет. Следующий – тоже с ручками из кости, моего любимого красного цвета. Хотя доработки варианта модели чисто символические. Шильдик – дошелкография. Но вот пример того, как дилер запилил ножи, которые пользуются бешеным спросом. Шильдик – флаг конфедерации. На клинке надпись «Юг восстанет снова». В общем, такой вот интересный, желанный многими нож. Редактор субтитров, А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такой на сегодня получился обзор.